Амурская служба новостей Областные новости Амурские пенсионеры отказываются от услуг социальных работников. По новым правилам теперь за любую помощь нужно платить. Если доход пенсионера выше полутора размеров прожвиточного минимума, он ежемесячно платит за услуги. Если ниже, они предоставляются бесплатно. Услуги, не входящие в перечень жизненно важных, платные. Например, за покупку булки хлеба надо выложить с учетом стоимости продукта 74 рубля. А мытье плафона обойдется примерно в 50 рублей. По словам сотрудников социальных центров, изменения призваны защитить работников, которых пенсионеры используют как прислугу. В дома более 3,5 тысяч благовещенцев вернулось тепло. Напомним, из-за коммунальной аварии на несколько часов были отключены 15 жилых домов по улицам Студенческая, Воронково и Василенко. Порыв произошел в районе дома номер 34 по улице Студенческой. В свободном устроили митинг с призывами сохранить порядок выборов главы города. Несмотря на мороз и ветер, в стремлении отстоять право на народные выборы главы города собрались около ста человек. Напомним, ранее вопрос о порядке выборов главы обсуждали жители города на публичных слушаниях. Однако, как стало известно, городские власти на митинг не отреагировали. Новости России Минздрав России намерен разрешить аптекам продавать лекарства через интернет с 1 января 2017 года. Как сообщили в пресс-службе ведомства, дистанционную торговлю смогут осуществлять аптечные организации, имеющие лицензию на свою деятельность. Заказать препарат через интернет смогут все граждане, имеющие доступ в сеть. Правда, есть и ограничения на покупку лекарств – наркотических и психотропных. Отдохнуть без страховки за границей не получится. С 27 декабря вступили в силу новые правила выезда туристов. Теперь россияне должны покупать страховые полисы даже в случае самостоятельной поездки. Если турист страховку не оформит, в случае ЧП лечения в заграничной клинике путешественнику придется оплачивать самостоятельно. Минимальный размер страховки по договору будет равен 2 миллионам рублей. Между тем, россиянам рекомендуют отказаться от поезда к заграницу на новогодние и рождественские каникулы. Тем, кто уже купил билеты, советуют сдать их обратно. 26 декабря австрийская полиция сообщила, что террористы готовят теракты в городах Европы. Цели боевиков при этом не уточняются. По данным опроса холдинга «Рамир» составили рейтинг лучших и худших подарков на Новый год. Вверху списка оказались часы и ювелирные украшения. Немногим меньше россияне обрадовались бы смартфоном, планшетом, ноутбуком и прочей технике. Внизу рейтинга оказались носки, средства гигиены, дешевые сувениры и открытки. Мировые новости. В 2015 году продолжилось насильственное извлечение органов у тысяч узников совести в Китае. Об этом свидетельствуют результаты проведенных расследований. В конце прошлого года власти Китая пообещали, с 1 января 2015 в стране прекратят практику извлечения органов у заключенных. Однако на деле заключенных теперь просто классифицируют как рядовых граждан. А получение их органов называют донорством. Причем число пересадок органов при неработающей системе настоящего донорства в стране продолжает расти. Была разработана серия индикаторов, которые показывают, что число пересадок органов в Китае не только не сократилось, не пошло на убыль, а даже набирает обороты. Этан Гудман – писатель и журналист из Великобритании. В 2014 году была опубликована его книга под названием «Бойня». В ней собраны факты репрессий, пыток и убийств узников совести в Китае, полученные в результате его собственного расследования. Гудман также приводит показания свидетелей. Среди них бывшие заключенные и некоторые врачи, которым удалось выехать из Китая. Гудман утверждает, что в период с 2000 по 2008 годы органы насильственным путем были извлечены у 65 тысяч последователей Фалунгунь, а также у 2-4 тысяч уйгуров, тибетцев и прихожан домашних христианских церквей. Тем временем, Комитет ООН против пыток в своем периодическом отчете по Китаю за 2015 год призвал извлекать органы только на основании осознанного согласия донора, а также предоставить компенсацию родственникам тех заключенных, чьи органы были извлечены насильственно. Кроме того, Комитет обратился к властям КНР с призывом провести независимое расследование утверждений о том, что насильственному извлечению органов подвергаются приверженцы Фалунгунь. Удача улыбнулась сенегальскому мигранту из Испании. Став участником испанской рождественской лотереи, он выиграл 400 тысяч евро. За день до этого 35-летний Нгами отослал 120 евро в сенегал своим родным и на какое-то время остался без денег. Утро они с женой встретили без завтрака, потому что у них не было денег. А во второй половине дня они выиграли в лотерею. Это жизнь. Кто бы мог подумать. Этот случай в жизни Нгами не первый, когда ему улыбнулась Фортуна. Восемь лет назад он отправился в опасное путешествие по Средиземному морю в Европу. Деревянная судёнышка, заполненная мигрантами, смогла достичь испанского острова Тенерифе. Нгамы поселился в провинции Альмерия. Первое время зарабатывал сбором овощей и фруктов. Сначала в течение четырёх лет я работал в теплицах. Когда приехала моя жена, заработка оказалась недостаточной, поэтому я начал продавать вещи на пляже. Нашёл способ заработать на жизнь. Выигранные деньги Нгамы бездумно тратить не намерен. Потихоньку, не торопясь, я буду решать, что делать. Для меня деньги – это только деньги. Мы должны быть здравомыслящими и оставаться с друзьями, как это делали всегда. Нгами говорит, в Сенегале живёт его сын, а деньги помогут ему получить образование. Испанская рождественская лотерея разыгрывается с 1912 года. В настоящее время она считается самой крупной в мире по размеру призового фонда. В розыгрыше участвуют 160 билетов по 200 евро. Из-за высокой цены их разбивают на 10 частей. Каждая стоит 20 евро. Нгамы досталась десятая часть приза первой категории под названием «Е.Ай Гордо», что в переводе означает «Толстяк». АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...